Эй! Какой хороший день, чтобы подарить цветок! Какой хороший день, чтобы записать видок! Всем привет! Это Эммабет, меня зовут Арсений, со мной Рома. Ром, привет! Да, ребятки, всем привет! Этот бой мы разбираем, потому что вы его выбрали. И, как всегда, я напоминаю, что каждую неделю у нас проходит голосование прямо здесь, на ютубе, в разделе «Сообщество». Вы переходите и выбираете, какой бой вы хотите, чтобы мы разобрали. То есть, вот этот бой он уверенно выиграл, мы с Татором созваниваемся и разбираем его для вас. Вы влияете на контент, поэтому продолжайте это делать, переходите, голосуйте, либо пишите в комментариях, кто там вам очень сильно интересен. И вот ваша активность, и вот это вот результат. Ну, а весь турнир UFC разобран уже в бойцовском клубе. По-моему, еще в понедельник я выложил разбор, поэтому, ребятки, как бы, никаких проблем, никакой тряски в бойцовском клубе. Все разбирается заранее, и PFL, ACA, Bellator, там, Contender Series, бывают даже некоторые экзотические турниры. Поэтому welcome. Можно на Boosty, можно в TG, можно в VK, ссылки в описании, в закрепленном комментарии. Ну, а сейчас мы поговорим про вот этот common event. Да, но мы сегодня не одни, со мной Гуськов. Вот, из него будем топить сегодня, да, и вообще бой, конечно, интересненький, интересненький, да, вы его выбрали, и не зря, потому что... Потому что, в принципе, здесь боев хороших и нет нормальных, да. Вот, есть такие низкосортные столкновения, да, вот Ryan Spen, Богдан Гуськов, это прям высококачественная битва. Не хочу, честно говоря, затягивать, но немножко просто расскажу, что, да, вот, идет Spen фаворитом, и с одной стороны, как бы, кажется, что, ну, какая хуйня, да. Чел идет за 1,5, его пробивали, он падал в лужу, да, идет на стрики из двух поражений подряд, ну, типа, его душили, его били, его забивали, его нокаутировали в стойке, у него были сложные дряхлые бои, вот, да. Его последний бой, это вообще просто, конечно, мы, как бы, не можем жаловаться, да, потому что мы брали и при матче, там, и у Лайве Энтони Смита, да, за разные коэффициенты, но, если со стороны, с точки зрения адекватного боя, адекватного человека подойти, просто посмотри, как Spen вел бой, бил-вей, то это просто сумасшествие, да, там, Смит был готовенький, все, уже, да, в конце первого, по-моему, уже все, закончилось, он закончился. Spen сам выключился из боя, дал возможность Сентони Смиту проявить свой Лайнхард, да, но он, как бы, не упустил эту возможность. Здесь, как бы, выходит Богдан Гуськов, более-менее свежак, да, победивший и проигравший, да, срочно в первом раунде. И, казалось бы, ну, бой, понятно, для кого? Бой для Гуськова, потому что, ну, кому интересен Райан СП? Гуськов хотя бы более-менее свеж, да, более-менее молод, более-менее не пробит, да, более-менее. Хотя, помним, да, что потрясение были, нокауты были, да, защите у него, извините, там, не очень все хорошо. И в целом он ведет бой очень открыто, он опускает руки, да, он идет на тебя вперед. Хорошо, от одного удара ты можешь защититься, а что насчет двух? И здесь, как бы, вступает в роль, значит, Райан Спен. И если мы смотрим, то, как он игру ведет, то это, конечно, более зрелый, более подготовленный, более мастеровитый боец. Он умеет все. У него просто каменная передняя рука, она, она прям выбивает дерьмо из людей. Плюс ко всему, его удар вообще в целом очень жесткий, там, без разницы, откуда бы он не прилетел. Но он сам пробитый, да, и как бы здесь, ну, можно подумать, что вот, да, Гуськов интересен. Вообще, в целом, немножко, ну, он, в принципе, интересен, потому что Райан Спен такие ошибки допускает в боях, что можно сдохнуть там на месте, да. И эти ошибки, они приводят не только там к поражению нокаутом или сабминишным, они вот приводят, как, например, с Энтни Смитом поражение десижно. Да, что, как бы, вообще, в принципе, делает его человеком особенным таким, солнечным, да. Знаешь, Сатар, казалось бы, у тебя Райан Спен, он супер тупой, ты такой говоришь, я беру ТМ, чтобы застраховаться. Да, то есть в этом, это в голове обязательно с Двергом. Но, с другой стороны, есть Богдан Гуськов, да, который не тянет в бои, который идет на тебя вперед и который ищет финиш. И вот здесь, кто первее попадет, я думаю, что первее попадет с Пеном, потому что он просто более выученный. Но если он будет рубиться, а это не исключено, то у Гуськова хорошие шансы его вырубить. Но, в целом, мы помним, как ведет Борис Пен, он вообще у нас борец. Сам вот, сам по себе парень такой, бортовский. У него настроение бывает, он выходит такой, сегодня день борьбы у меня, мне похуй, кто там, кто там, Вокер, уже, уже, уже почти нокаутированный Вокер. Мы с ним боремся, окей, да. Ну, то есть, говорит, держим. Вы помните, да, как он проиграл Вокеру? Он его потряс, да, уронил, а потом пошел в ноги, и Вокер ему по башке он стучал, и все закончилось, да. Почему бы, например, Гуськова не забороть? Мне кажется, у него это получится. Если он захочет, мне кажется, что это прям легкий путь к победе. И вот, значит, сверхразум Волкан Адзимир, который смог пройти Полу Крейга, да, десижнам, показал, как пройти Богдана Гуськова. Вообще изи, да. Переводишь, выматываешь, сабаешь. Может это сделать Райан Спен? Да, конечно, может. Ну и поэтому он, собственно, идет фаворитом. Ну, мне кажется, что шансы у Гуськова, они реальны, но болеть за него у меня желаний нет. Роман. Ну да, действительно, шансы есть. Ну, вообще, смотри, моя аналитика следующая. Внимание, внимание, цитирую. Так. Кэф на Спена не нравится, шансы 50 на 50. Вырубить может любой, а Спен может и задушить. Скорее всего, будет досрочка. Всем спасибо. Это была моя аналитика. Если что, это был комментарий под голосованием, который заспойлил, что мы с тобой будем говорить в ролике. Вот. Но, но маленько все-таки чел не учел. Я вот не уверен, что здесь будет досрочка. Ну, всякое, всякое бывает. А так, в целом, да, мы видим фаворитом здесь Райана Спена. Да, ну, типа, не сильно прям большим, но, тем не менее, вот сейчас, что он там? 1,57, да, 1,57, 2,5, Богдан Гуськов. Я, вот я лично думаю, что по делу. Ну, по моему мнению. Потому что, знаешь, возраст у них плюс-минус похожий. Спен более габаритный, он более крупный. Он намного более опытный чел. У него намного лучше уровень оппозиции. Он уже тысячу лет, да, в UFC. И, как мне кажется, его выносливость лучше. У него, естественно, она тоже хреновая, если вот вспоминать бой с Энтони Смитом, да, крайний. Ну, типа, мы не можем сказать, что у него была хорошая вносливость в том бою. Но она все равно лучше. Она все равно лучше, чем у Гуськова. Единственное, да, что вот мы делаем скидку как раз-таки на то, что Райан Спен просто супер-мега тупой. Мы это много раз уже говорили. Я это сейчас, я это всегда говорю в роликах, что я это не как человеку. Я не знаю, как человеку. Может, он умный очень как человек, да, математик, гений, физик, народный артист СССР. Вот, этого мы не знаем. Но как боец, да, вот именно вот этот пресловутый бойцовский IQ, но иной раз он прям мега тупит. Вот прям мега тупит. Он буквально, знаешь, то есть, есть даже ощущение, как будто он специально какие-то вещи делает. Как, например, мы вспоминаем его бой с Сэмом Алви, да? Ну, что все знают, все, что тебе не нужно делать с Алви, это пытаться его бороть. Это все, что не нужно делать. Это единственная вещь. Делай, что хочешь. Что хочешь, делай, блядь, но не пытайся его бороть. Вот, и именно эту вещь он делал. Вот именно, и ничего другого. Он выбрал вот пойти бороть, переводить, естественно, не мог. Помните, к третьему раунду сдох, пропустил удар в лицо, блядь, был потрясен. Казалось бы, чувак, тебе дали Сэм Алви. Алло, там человек уже в карате ушел выступать и в нокаут от головы, блядь, улетает. Вот. Поэтому именно вот делаем такую жирную скидку на то, что Спэн мега тупой. А так Спэн, по идее, выигрывать должен, как мне кажется. Ну, типа, немножечко измотать Богдана, да, вначале. И затем использовать борьбу. Вот, это, по идее, просто изи катка, по идее. По идее, да. Но вам кто-то гарантирует, что он вначале ничего не пропустит по голове? Кто-то гарантирует? И, ну, и, опять же, как бы, всякое бывает, да. У Богдана Гуськова, как говорится, нет-нет, а что-нибудь может и в джитсу выстрелить. А Спэна нет-нет и душит, да. Поэтому тоже, как бы, держим в голове. Потому что, с одной стороны, у нас мега-интеллектуал Райн Спэн, а с другой стороны, у нас мега-подготовка и геймплана от Гор ММА, да? Типа вот такое столкновение, очень серьезное. Мы будем смотреть, запасаемся попкорном. Если все-таки, вот, знаешь, если прям вот выбирать, на кого ставить, ну, поболеть можно за куськов, поболеть можно. Но если оценивать кэфы, я бы сказал, ну, конечно, Спэн должен быть фаворитом. Это очевидно. Это не значит, что он не проиграет. Но шансов у него определенно больше. Поэтому мои выкладки здесь такие. Приходите вместе, посмотрим этот бой. Если что, суббота на воскресенье будет. Начало, по-моему, что-то в 11, что ли, вечера UFC. Приходим на стримерский канал Агрессив Лайв. Здесь в описании ссылочка. Вместе посмотрим. Поделимся эмоциями, впечатлениями. Половим. Приведем время в ламповой атмосфере. Так что, ну, а здесь, Санатар, я соглашаюсь с кэфами. Думаю, что наиболее вероятно Спэн все-таки. Да, вы пишите на меня в комментариях. И всем пока.